Я читаю главу одиннадцатую из первой книги царств. И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иовис Галацкий. И сказали все жители Иовиса Наасу, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им Наас, аммонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз. И тем положить бесчестие на всего Израиля. И сказали ему старейшины Иовиса, дай нам сроку семь дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские. И если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. И пришли послы в Гиву Саулову, и пересказали слова сии в слух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади валов с поля, и сказал, что сделалось с народом, что он плачет. И пересказали ему слова жителей Иовиса. И сошел дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару валов, и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых триста тысяч, и мужей Иудиных тридцать тысяч. И сказали пришедшим послам, так скажите жителям Иовиса Галатского, завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце. И пришли послы, и объявили жителям Иовиса, и они обрадовались. И сказали жителям Иовиса на Асу, завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно. В следующий день Саул разделил народ на три отряда, и они проникли в средину стана во время утренней стражи, и поразили амманитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись так, что не осталось от них двоих вместе. Тогда сказал народ Самуилу, кто говорил, Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их. Но Саул сказал, в этот день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле. И сказал Самуил народу, пойдемте в Галгал, и обновим там царство. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне.